Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра АФК-Арена, и это рубрика Герои. В рамках этого выпуска мы будем просматривать и рассказывать всё о таком уникальном персонаже, как Лика. Итак, Лика, она же герой фракции Дикари, или как их ещё называем, Лесовички. И что в ней есть такого примечательного, да, чего нет в других героях? Так, помимо, конечно же, розовых волос. Насчёт скинчика сразу скажу. Вот скинчик старый, вот, мутный, да, то есть почему так? Потому что это один из первых персонажей вообще в игре АФК-Арена. Если посмотреть вот здесь, вот, да, у нас первые пять, даже, наверное, шесть героев, да, были, или семь, по-моему, из фракции Дикари, и Лика там вот на третьем месте стоит. То есть это один из самых первых героев. Что касается её истории, то есть как персонажа вообще в игре, то есть лорчик такой. Лика молодая такая была лучница, но почему-то её поставили верховодить в сумеречном дозоре. Вот, ну там как бы эта история умалчивается, но понятно, мы-то знаем, почему это произошло. Папа там постарался, там поставили девочку на руководящий пост, и всё было отлично. Но на самом деле, как бы там потом история такая получилась, что всё у неё получалось, вот так вот, да, то есть со всеми хорошо общалась, чуваки там чувствовали себя прям круто рядом с ней, открывали в себе какие-то таланты, которых раньше не было. Потом упала звезда в озеро, Лика подошла к этому озеру, оттуда вышла лань, и в зубах держала уникальнейший лук. Ну, собственно, лань, видимо, та, которая представлена сейчас на экране, и лук, по всей видимости, тот же. Но, возможно, лук это тот самый именной предмет. Итак, что касается навыков. Первый навык ульта. Лика пускает стрелу, которая наносит 220% урона всем противникам на своём пути и отбрасывает их назад. Урон увеличивается до 260. Но вот хороший ли это навык, или не очень? Ну, я бы сказал, что он не очень. Почему? Потому что просто 260% урона это вообще ни о чём. Вот. А мощного какого-то отрицательного эффекта или положительного этот навык не несёт. Бывает полезным иногда, да, тем, что отбрасывает, вот, отталкивает, сбивает удар, там, как-то вот, ну, сбивает способность. Да, это бывает полезно. Но крайне редко этим пользуюсь. Почему? Потому что иначе пришлось бы просто сидеть не на автобитве, да, а в ручном режиме активировать эту способность. То есть, когда прям нужно, чтобы сразу она сработала. Но хорошо то, что поражает всё поле, если Лика будет находиться в центре. Вот так-то. Далее, быстрые стрелы. Лика быстро выпускает одну за другой три стрелы, каждая из которых наносит 120% урона цели. Это хорошо, действительно. Плюс урон увеличится до 130 и затем уже преобразовывается в здоровье 45% от этого урона. Также есть ещё мебельные способности, которые затачивают эти быстрые стрелы, то есть улучшают. Но о них чуть-чуть попозже. Фишка, в принципе, интересная, но тоже ничего такого прям экстраординарного не несёт в себе. А вот то, что делает этого героя уникальным, это трепет. То есть, третья способность. Лика выскакивает на поле боя в начале битвы и вдохновляет своих союзников. Их ускорение повышается на 35 очков в течение 8 секунд. Также после прокачки потом идёт ещё и прибавка к энергии до 100 единиц. Прибавка к энергии, это круто. А вот 35 очков, много это или мало? Ну, к примеру, ульта от близнецов даёт 75. А здесь 35. То есть, ну, понятное дело, не так много, но этого вполне достаточно. Вот именно за эту способность многие игроки и ставят лики в команду. И, конечно же, пассивочка. Хрупкость врага. Если противник получает урон от любых атак или способностей лики, то его уровень защиты в течение следующих 5 секунд будет снижен на 15. А вероятность получения критического удара повышается на 12%. Эта способность, правда, не накапливается. Вот так-то. То есть, уровень защиты снижается на 25%. Ну, здесь вроде как бы прикольно, да? То есть, эффект дебафа какой-то есть. Противники получают больше урона. Когда эта фишка нам выгодна? Когда мы играем в кампании. Почему? Потому что там у противников уровень гораздо выше. И, соответственно, уровень защиты там будет очень-очень большой. То есть, у нас, допустим, будет там 50 тысяч защиты, а у противника уже будет там 150-200, да? И вот сразу нужно как-то пробить его, а урона не хватает. У нас, допустим, урон всего будет 250. Такого плана. Поэтому, да, эта способность будет актуальна для битв в кампании. В других локациях она особой роли не играет, потому что там вот, ну, снизить на 25% защиту, это, в принципе, ни о чем. Так, теперь касается, что касается именного предмета. Именной предмет это увеличение меткости всех союзников на 40, пока жива лика. Вот увеличение затем уже идет на 70. И второе открытие, плюс 20, дает нам что? Дает нам увеличение урона. Урон повышается на 0,2%, 0,2%. То есть, за каждое очко точности у союзника сверх уровня уклонения цели. Урон может быть повышен до 20%. Эффекты этой способности не действуют на союзников, использующих интеллект. Как эта фишка работает и у кого какие особенности уклонения. То есть, если у нас стоит рейнджер, да, то есть у него сразу же уровень уклонения высокий. Там не факт, что вообще будет работать эта способность. А вот против таких ребят, как маги, у них также есть уклонение, но не сильно большое. И бойцы, то есть ближний бой, которые танки, которые воины, у них уровень уклонения в принципе отсутствует. То есть, его можно только артефактами там что-то там накидать чуть-чуть. То есть, там эта фишка будет работать. В принципе, потом идет плюс 30, то есть 100 очков дает лика, пока она будет жива. Этого будет достаточно, чтобы увеличить урон команде на 20%. Круто, согласитесь. То есть, нужно качнуть ей минимум плюс 20 открытий. То есть, именной артефакт. На плюс 30 выкачивать его, ну, можно разве что для повышения характеристик самому персонажу. А вот теперь эксклюзивная мебель. Эксклюзивная мебель довольно интересна. Почему? Потому что здесь у нас идут быстрые стрелы. Те, которые три сразу она выпускает, да, одну за другой. При ее первом использовании применяется к двум ближайшим врагам. Ну, как бы так себе, да. Один раз сработало, а потом уже стреляет, как обычно. То есть, не очень. Но 9 из 9 все обычные атаки направляются на двух ближайших врагов одновременно. А вот это уже интересно. То есть, герой будет бить сразу двух противников. Но выкачивать 9 из 9 я бы не стал прям так сразу этому герою. Но есть, как бы, ребята, которые в очереди на 9 из 9 гораздо выше в рейтинге, чем Лика. Но это уже так. У кого есть возможность, то да. Я рекомендовал бы, конечно, ее выкачать. Но сам буду выкачивать, только когда уже выкачиваю остальных героев. Как прокачана Лика у меня? Значит, плюс 20 и вот 3 из 3 мебели. Ну, тут, как бы, даже чуть больше получилось. То есть, она у меня один из первых персонажей, который получил белую рамку. И как-то так вышло, что вот прям постоянно падали на нее эти наборчики мебели. Я потом уже пересмотрел, что там как. И пока ее со списка, по-моему, даже убрал. По фракционному шмоту пока не хватает на всех. То есть, Сейрон у меня пока заряжен. По артефакту. Какой артефакт ставить на Лику? Лучше всего, конечно, заходит артефакт, который увеличивает ей скорость. То есть, ускорение, да. Здесь у нас Око Дары есть, раз. Можно также поставить ей вариант Зов Дары. Но если другие герои также используют Рог, то нежелательно. Варианты еще какие? Веру Дары можно поставить, потому что Лика у нас в основном используется во втором ряду. Ну и фракционный Зеленый Покров. Почему? Потому что Лика, вот какие есть у нее положительные, какие отрицательные способности. Ну, среди положительных мы уже назвали. Это, конечно же, ускорение всей нашей команды и прокачка энергии на старте. Это прям огромный жирный плюс. Все. То есть, больше ничего от Лики мы не ждем. А вот среди минусов это то, что ее очень быстро выбивает. То есть, нет у нее никаких пассивок, которые увеличивают уклонение. То есть, если мы прокачали ей шмот, фракционный поставили, который увеличивает уклонение, то да, все будет топчик. Давайте посмотрим, что у нас там. Уклонение 623. Да, был бы фракционный шмот, было бы больше. Вот, к примеру, Эйрон у меня, правда, не полностью заряжен. Но у него получается на соточку больше. Вот так. То есть, это чисто вот на Эйроне такая тема. То есть, Лику выбивает очень быстро. Здоровья у него мало. Уклонение у нее слабенькое относительно. И защиты никакой нет. Что от физики, что от магии. Поэтому героя нужно как-то прятать. Или же, наоборот, его не прятать, а сразу же пускать в расход. Как работает этот герой? Давайте попробуем его в компании. Ну и потом расскажу вам еще несколько пачечек, где и как его можно использовать. Так. Вот такая вот у нас пачка противников. Два раза сильнее, чем наша команда. Причем, есть Нара. Опасный прям, очень опасный воин. Под нее мы подкладывать будем вот такую вот свинью, которая на самом деле курица. Толена, да. То есть, эта пернатая курица подкатит к ней. Ее там бабахнут. И поскольку у нее прокачан уже на плюс 30. И именной предмет есть на 3 из 3. Ой, набор мебели. То она огнем будет бить ближайших противников. То есть, это прям вообще идеальная ситуация для дезактивации Нары. Что касается самой Лики. Лику здесь поставил в первый ряд. Почему? Потому что другого варианта особого ей здесь нет. То есть, она просто идет только для разгона. То есть, разгоняет всю нашу команду. Вот. И затем она уже становится не нужна, потому что дополнительных никаких бонусов давать не будет. Рован стоит в центре, потому что будет охватывать всю нашу команду. Вот. Подхиливать, прохиливать и накачивать энергией. Основной урон здесь от Эйрона. И также увеличение будет идти прохила и, конечно же, контроль от Тази. Плохо, конечно, что выбивают сразу буквально героя Лику. То есть, она не будет уже накачивать урон всей нашей команде. Но этого будет достаточно. То есть, как-то такая вот у нас получается схема. Так. Все. Синий Тора. Ну, смотрите, синий прям. Прям как Хэнкок, да? Так. Ну, здесь Эйрон сразу со всеми разобрался. Тази. Тази хорошо контролит. Вот Эйрон пошел уже натрескать. Люлей надавать. Не миссу. Так. Что-то долго водится. Давайте чуть-чуть увеличим скорость. Так. Не может быть, выбили Эйрона. Да, такого не было ни разу. Я три раза проходил. Как бы не было ни разу какого-то, чтобы Эйрона выбили. Но эта фишка идет именно от этой компании, да? То есть, тут может один удар стать решающим. Прям с одного удара могут выбить наших героев. Такое, да. Такое случается, конечно. Второй раз подряд. Странно. Это уже похоже на закономерность, именно на совпадение. Мы сейчас посмотрим Лику еще, кстати, в других режимах. В других вариантах. То есть, как мы ее можем использовать, сейчас вам расскажу. А, вот чем дело. Попадаем на Торана, да? То есть, Торан с Атхила выбивает всю пачку. Ну да, как бы такая схема здесь всегда. Я уже несколько раз просто проходил. Обычно так и делаю для того, чтобы протестить, как бы показать. Я показываю, что оно работает все, да? А потом уже выдаю результаты. Что у нас тут получилось? По результатам. Ну, поскольку Лику сразу же выбили, то, соответственно, никаких особых параметров, там, ни урона, там, ничего такого у нее не было. Но при этом вскорило нашего Эйрона. Эйрон подкачался еще энергией от Рована и начал ультовать. То есть, персонаж очень-очень хороший. Так, но мы сегодня, по-моему, уже собирали, да, фарм. Поэтому тут ничего не будет, да. Сегодня уже профармились. Профармились. В каких еще локациях хороша Лика? Это, конечно же, Арена Героев. Так, Арена Героев. Как у нас будет выглядеть битва? Ну, как бы, пока вот такого бабахнем. Лику можно ставить также в любой ряд. Ну, здесь во втором, правда, стоит. Ну, да, тут уровень противника был слабый, поэтому мы быстренько его и выбили. Давайте возьмем какой-нибудь вариант. Чуть-чуть хотя бы похожий на мой. О, вот как раз то, что нужно прям. Да, чуть-чуть хуже уровень у героев, но при этом все нормально прокачаны. Лика же у нас сейчас будет ускорять. Все, сразу же сработал Эйрон. Всех бабахнул. Все ускорились. Вот. 11 игровых секунд. И бой остался за нами. То есть не использовать Лику здесь на арене, это, конечно же, зло. И осталось теперь ее еще протестить. К примеру, на каких-нибудь локациях. Вот, Мировое Древо. Давайте попробуем, кстати. Сегодня не заходил сюда еще. Так, уровень силы чуть-чуть больше, чем у нас. Но это нас не пугает. Так, кого как будем бить? Да, наверное, даже вот такую пачку и поставим, да, здесь. В принципе устраивается. Исключительно за счет того, что прошло ускорение, наши герои первыми ультанули. А как вы знаете, кто первый ультанул, то, как правило, тот и победил. То есть вот какая-то такая вот простая довольно-таки схема. И Лика нам в этом помогает. Причем Лика заходит в любую пачку. То есть это не обязательно должны быть какие-то лесовички или еще кто-то. Можно вообще ставить любую. Причем вот прокач самого героя не важен вообще. Если вы, к примеру, качаете гвинет, да, то использовать гвинет без Лики, это прям... Ну, я даже не знаю, как это правильно назвать. Но, скажем так, это было бы кощунство. Так, здесь пусть будет так. Поставим еще вот такого вот, да, чудика. Ну, еще кого-нибудь просто чисто для прикола. О, поставим вот эту тетеньку. Вот, допустим, такая вот будет у нас пачка. Основной урончик здесь гвинет, ускоряет ее Лика. То есть без Лики вообще гвинет качать особого смысла нет. Ну, или хотя бы Артур нужен. Вот так вот сходу, как бы, начинаем наворачивать. Единственное, здесь в центр мы не смогли поставить гвинет. Почему? Потому что там была опасная Сильвина. Ну, да, как бы, эта пачка была, может, не сильно заточена под этот бой. Но в целом, в целом, здесь у нас... Давайте так еще попробуем сделать. Ну, все равно, да, проиграли. То есть не хватает мощности, не хватает эффектов контроля в этой пачке. То есть не затащили. Можно использовать ее где хочешь, как угодно. К примеру, с пачки над Дэймоном. На Дэймоне я также ее использовал на новичке. Потому что, ускоряя сразу всех, некоторые герои бьют первыми. Вот, используют какие-то эффекты контроля, эффекты оглушения. И Дэймон потом уже доживает до ульты. А когда начинают уже ультовать, его никто выбить буквально не может. То есть как-то так. Ну что ж, друзья, а на этом пока все. Понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А будут вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.